Доброго дня! Я очень рад и сегодня приветствовать в Одессе свою коллегу, своего друга, Министерству законных справ Франции, Катерин Колонна. Здравствуйте, господи, 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 господи Катерин Колонна, ми продолжаем практику привозить иноземных гостей не только в Киеве, но и в других городах Украины. Сегодня это Одесса. В Киеве мы продолжаем практику, чтобы господи, на своих очах, увидели, как живут украинские города в условиях войны и как они борются. И сегодняшний вид, Катерин сбегся с червовой, жахливой атакой, ракетной атакой России на Украину, в том числе на Одессу. Она приladов к Катеринске, поэтому это произошло в момент, когда мы обладали, такую новую атаку сильную против Украины, но и против Десса. Парень министр, на власних очах побачила и руйнувание энергетической инфраструктуры, а частину переговорив, тет-а-тет, в формате тет-а-тет, мы провели в сховочи Одесской оперы, потому что в этот час была снова повитряная тревога и працювала ПФО. Но начали мы визит с покладания квитов и вшанувания памяти одесситов, которые погибли на фронте в борьбе с российским агрессором, начиная с 24 лютого минулого года. И я дякую Катерин за то, что российские обстрелы не злякали ей, и она приехала сегодня в Одессу, и за то, что она с такой повагой поставилася до нашей борьбы против агрессора. Я дякую Катерин за то, что не было бы удерживаться от своих речей русских власти, и за свою присутствие здесь, свидетельствую от большой респекта за эту луту, которую мы ведем вместе с этой агрессии. Что касается тем наших переговоров, то тут сюрпризов нет. Мы говорили про новое поставление оружия, мы говорили про новые санкции против России, в частности санкцийный пакет. Мы говорили про имплементацию формули мира президента Зеленского. И вместе с Францией будем рухаться по всех этих вопросах. И из всех этих вопросах будут решения в интересах Украины, Европы и света. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это так называемая «кор-групп», то есть ключевая группа, и она взбралась в первую очередь. Я благодарю всем странам, которые участвуют в этом заседании. Катерин очень хорошо знает все злочины, которые Россия делает, и она взбралась против Украины. Сегодня она увидела еще результаты этих злочиней на своих глазах, поэтому у нас есть спильный метод – притягнуть Россию к ответственности. Это так называемая «респособленность» Россия для этих границ. Ну и так, такой сбег, что вчера ЮНЕСКО включило центр Одессы до перелику всесвитней спадщины и людства. Сегодня Катерин тут, в Одессе, и Франция сыграла очень важную роль в ухвалении этого решения. Поэтому я приветствую Одессы, но также спасибо Франции за поддержку. Берет, украина у нас есть, что ВОДЕСКО вIS, и Франция, и Франция, и Франция, и Франция. И международно, в Одессе демонтировали памятник одни Катерине, и я рад, что сегодня, в Одессе, появилась Катерина, которую все очень рады увидеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, и спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Дубровскому. Субтитры Алексею 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 Дубровскому. однозначно, в этом высоком статусе Одесса будет видома света. Но однажды, Одесса будет находиться на протекцию и укреплательной коммуниции интернациональной, благодаря этой инскрепции. Но пока еще, благодаря этой процедуре, Одесса также внесена в список мест, которые находятся спадщиной под загрозой. И поэтому она будет сейчас под посиленным заходом света. И, на самом деле, Одесса, это специально удалось сделать, вчера также написать в Одессу спадщиной и безопасной связи в связи с войной. На жаль, зараз, вина загроша багатом местам и целом в Украине. На жаль, я хотела подтвердить все, что было сказано министром, и также сделать несколько личных комментариев для того, чтобы закрепить поддержку Франции. Я хочу сказать, что Россия продолжает свою войну, внести все основные правы, и внести все основные права международного права, и также все личные, двусторонние обязательства для Украины. Продолжение следует... 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 И, на жаль, это очень удивительная иллюстрация этих военных злочин, которых каждый день Россия коеет в Украине. Потому что вдарять по цивильным, вдарять по объектам инфраструктуры, это не вести войну, это коети военных злочин. И мы, с начала этой войны, поддерживаем Украину, потому что эта война военная агрессия России за грош не только в безопасности Украины, но и в безопасности всего европейского континента. И это, как раз, подвижный аргумент и подвижная причина почему мы будем поддерживать Украину столько и сколько нужно, и так как нужно. В связи с европейскими партнерами, с моими партнерами коалиции, мы будем поддерживать Украину, чтобы она смогла восстановить свою суверенитет и территорию. Мы, в плане войсковой поддержки, не даем Украине все, что нужно, и из-за этого мы, на постоянном связи, находимся с украинским урядом, которые нам, в данном случае, не потребует передать. Она дает оборудование, она дает оборудование, она дает оборудование, я дает оборудование, она дает оборудование, оборудование, оборудование и оборудование потенциале. Вы знаете, что мы уже дарили артиллерии, муниции, автобусы, автобусы и автобусы, и в начале месяца, что Франция дает оборудование, что Франция дает оборудование АМХ-10. И я думаю, что это решение будет принять оборудование АМХ-10. И мы приветствуем это решение. И я очень счастлива, потому что мы всегда дотримали своих обязанностей. Мы просили 120 миллионов евро, немного плюс, 125, если я помню. Заявлено было на конференции донорский внесок 125 миллионов евро. И на эту сумму уже закуплены и доставлены генераторы, трансформаторы, некоторые материалы, шеф-корозит. Димитро. 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 Идут нас также очень беспокоить вопрос о безопасности ядерной и физической безопасности ядерных объектов. Л'Агентство Интернациональной Энергии Атомики, в Украине, в Украине, для того, чтобы постоянный персонал ИАЭА присутствует в каждой центральной украине. Это сделано. В Украине, в Украине, в Украине, для того, чтобы обеспечить присутствие экспертов в Украине на всех Украинских АЭС. Это будет очень важный шаг для обеспечения ядерной безопасности. Я рада, чтобы заявить, что Франция дает 3 миллионов евро в Украине, чтобы поддержать этот работ, поддерживать постоянный персонал, осуществлять состояние сегмента, осуществлять безопасности и безопасности. Я хочу отметить, что Франция предоставляет специальный внесок, 3 миллиона евро, на развитие этой миссии с штатом экспертов и на безопасность ядерной безопасности АЭС. Милитарь, экономик, sanитарь, humanитарь. Все эти аспекты допомоги, військовая, гуманитарная, медичная. Но наша допомога также является важной в плане дипломатического и политического. Мы говорили еще раз с Министром, Митро, чтобы контролировать свои усилия Россия, чтобы улучшить свои обязательства и представить ситуацию как она не будет, потому что нужно помнить, что есть один агрессор и один агрессор в этой войне. Почему важно, и это мы как раз, как всегда говорим с Министром, как бороться с российскими наративами, которые все перевертают до горы ногами, которые уникают ответственности и маніпулируют другими. Но эти факты есть фактами. В этой войне есть агрессор и есть жертва Агрессии. И все из этого выплывается. Россия выбирает агрессор, индивидент, суверен, Украина. Россия выбирает агрессию, независимо от страны, независимо от страны. И уже год продолжается война. Война, которая абсолютно не дает никаких правил, в том числе правил законов войны. И так, абсолютно точно, мы знаем, кто за это ответил. И, наоборот, Украина всегда находится в другом таборе. Таборе солидарности. И, наоборот, вот такими действиями, как Украина сделала зерновую и направила Сомалия и Эфиопия 50 тысяч тонн своего зерна. И не продала, а безкоштовно передала в качестве гуманитарной помощи. Она также находится в таборе солидарности, когда она открывает другие зерновые коридоры, которые направлены на все континенты мира. И так же, Украина находится в таборе миру, оскольки на саммите великой двадцатки, президент Зеленский представил свою форму миру с десяти пунктов. И, на базе этой формулы и этого план, мы должны получить мы будем разбудовывать наши дипломатические инициативы, в частности, на передней речнице, так и сунду, речнице початку войны. И я хочу вас запевнити, дорогий Дмитрий, что в всех этих названных направлениях Франция будет продолжать поддержку Украины, будет теперь делать это швидше и больше, и будет это делать до конца, пока Украина не отдаст свою территориальную суверенитет. Она выйдет из войны, как Одесса сегодня. И Украина выйдет из этой ситуации с гордо поднятою головой, как сегодня место Одесса, место с гордо поднятою головой. Я очень счастлива быть сегодня здесь. Спасибо. Давайте несколько вопросов. АФП, если у вас есть вопросы, у вас есть вопросы? До микрофона, пожалуйста. И украинские сразу подготовьте, это же наступное, так как после этого вопроса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что касается леопардов, какие-то леопардов, есть какие-то новости на этом фронте? Продолжение следует... 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 Вчера сегодняшний день, Центр Одессы стал частью Культурного испанчения ЮНЕСКО. И отступая от этого вопроса, в случае, если Россия все-таки не считает, теперь, атаковать Центральный район-места, то чего это будет стоять? Суспиной, на решение условно, как здесь, в центре-места заключается в Роспилене, с вами всего Роспилене, что ответственность является вступлением в Центральной территории? Вопрос в том, что прийти в стране? И мы понимаем, что это орган структуры и организации объединенных наций, который осуществляет позицию всей международной общины. Поэтому сегодня, опять-таки, Россия, которая атаковала центр... И если Россия в этих новых обстоятельствах имеет намерение атаковать... Вчера Россия, на самом деле, пыталась, не знаменитых причин, непоясненых причин, протистоять цей воле и цему решению. Адже, с культурной точки зрения, качество кандидатуры Одессы не вызвала ни у кого, никаких вопросов. Втім, мы видели противодействие с боку российской стороны. И поэтому, если она надумает атаковать в этих новых обстоятельствах Одессы, то ей надо серьезно задуматься про эту новую помилку, которую она совершит в таком случае. И противостоящей, идущей в супереч, волей международной общины. Вчера, атака России на исторический центр Одессы становится атакой России на свете, на всю световую культурную спадщину. Это будет атака против людской... надбанной всей людской цивилизации. Мы можем так сказать, что, с вчера, одна атака русская против центра города Одессы будет атака против мир, против patrimония культурно-медия. И первое следствие того, мы полагаем в том, что даже те страны, которые сейчас не сопротивляют Россию, но за различные причины имеют такую нейтральную позицию, они будут все-таки заинять позицию против России. И так же, такая атака произведет до підвищения международного тиску на Россию как держава Акасова. Такая атака, в результате, в результате, прессия крана международного тиску на Россию против народного тиску на Россию. Еще один последний, если у вас есть, может быть, международный Ройтерс, может быть, что-то... Мик-мик-мик-мик-мик-мик-мик-мик-мик-мик-мик-мик. Мик-мик-мик-мик. к злочину, агрессия Российской Федерации против Украины. Чи є вже розуміння, якою буде ця модель? На що він з міжнародних гібридних судів буде схожий? Ми розуміємо, що навряд чи він буде схожий на Нюрнберг, но, можливо, Сьєра, Ліоне, чи таке інше. Дякую. Російська агрессія против України створила велико кількість безпрецедентних проблем які потребують безпрецедентних відповідей. Ліонберг, агрессія русська против України створила велико кількість безпрецедентних проблем які працюють кількість безпрецедентних відповідей. Якби, наприклад, в питанні постачання зброї Україні світ керувався якимись попередніми моделями схожими на щось, то у нас без вами не було ні танків, ні гармати, ні систем ППУ. Якби, в рахунку, десь армемент, le monde, la communauté internationale, avait choisi de faire référence ou de s'inspirer d'une кількість модели historiques précédents, à ce jour, on n'aurait rien en termes de шар, en termes d'artillerie, autre chose. Ми не шукаємо жодних рішень, які були схожі на щось, що було колись. Ми шукаємо рішення, її вели перішувати конкретні проблеми, з якими зараз стикається Україна і світ. Тому зараз є в роботі дві основні модели, і експерти зустрічаються саме для того, щоб зрозуміти яка з них буде найбільш ефективна, але вони не намагаються повторити историчний досвід, вони намагаються створити модель, яка виконає головну задачу, притягнути Росію до відповідальності за злочин агресив. Il y a deux моделей qui sont actuellement à l'étude, deux modèles de tribunal. Les experts se retrouvent ces jours-ci pour trouver celui, identifier celui qui sera le plus efficace. Encore une fois, ils n'ont pas, pour but, de rechercher des précédents historiques et pour s'en inspirer, mais trouver la meilleure manière de traduire en justice И мы не должны бояться новых решений, мы не должны бояться строить что-то новое. Мы очень рады, что наши партнеры подделяют эту думку не только когда идет о tribunal, но и о других вопросах. Продолжение следует... Продолжение следует...